Смотрите в Москве. В Москве как муравейник как будто. Со всех сторон. Там пробки, там пробки, впереди пробки. Это я еду по мосту. Везде смотрите. Вот это муравейник, так муравейник. Так четко. Смотришь сверху конечно. Красиво так. Красота прямо. Красота. И все мы этим всем дышим. Всеми газами, кислородом. Вот смотрите. Так здесь тоже красота. Сказочная Москва. Вам уже рассказывал. Когда у меня сели аккумуляторы. И не откуда было ждать помощи. Понимаете в чем дело. Так как я же недавно сел на автомобиль. Ну и не знал. Было неожиданно. Я приехал утром. Сели у меня аккумуляторы. Я вам сейчас это все покажу. Расскажу. И это. И когда я ходил и искал помощь. Ну там подходил и говорю. Так и так аккумуляторы сели. И это. А они. О, проводов нет. И все такие. Знаете. О, проводов нет. Вот были бы провода там. И короче у всех как на зло проводов нет. Да. Куча машин нет. Ну ладно. Обижал я там всю эту деревню. Там. Нашел я провода. Все-таки принес эти провода. Мне там один человек из Казани. Там 116. Дал мне эти провода. Все говорит. На иди. А он был на загрузке. И как бы выехать не мог. А провода дал. Были провода. И это. Ну я пошел довольный. Думаю. Ох. Хорошо. Провода у меня есть. Все четко. И это. Я по Москве. Так. Сели аккумуляторы. Блин. Никто не. Короче. Никто не хочет прикурить. Ни у кого. Вон там две машины стоят. Не хотят прикурить. Этого не долезь. Этот подъехал тоже. У него замок стоит. Короче. Никто не хочет прикурить. Вот так вот встал. Блин. Утром проснулся. Блин. Тоже блин. Короче. Жесть полная. Блин. И вокруг лес. Блин. Вот какая фигня. Здесь вклад такой. Вот так вот. Коллеги у нас. Ладно. Что делать. Не знаю. Что делать пока. Ну будем что-то делать. Так что вот так. Видите. Иногда попадаешь в такую ситуацию. И нет куда ждать помощи. Даже коллеги. Да просто прикурить не могут. Уже я уже провода нашел. Все разобрал. Все сделал. Короче. Но. Тот подъехать не может. Потому что он крутиться не умеет. Там говорит. Я не могу подъехать. Я плохо езжу. У меня колеса. Говорит. Там. Что здесь подъезжать. Здесь все. Вон площадка. Все как положено. Так что вот видите. Так что вот такое вот у нас. Братство. Понимаете. Это вот. Вообще жесть. Жесть полная была. Я конечно был в шоке. И это. Что вот так вот пацаны. Видите. Стоят. Один. Два. Три. Четыре. Пять машин. Короче. Охранник вообще в шоке. Что никто не хочет прикурить. Блин. Понимаете. А я стою. Аккумуляторы сели. Блин. Вот так вот я. Встал здесь. Блин. Все. Все стоят. Тот говорит. Не может подъехать. Потому что у него там колеса. Тот не умеет подъезжать. А здесь такая площадка здоровая. Что блин. Подъезжай. Не подъезжай. Не могу. Короче. Вообще. Просто. Просто не хотят прикурить. И все. Все сидят в спальниках. Утро. Все сидят. Чаи гоняют. Короче. Все это. И вот такие вот у нас теперь коллеги. Все. Я стою. Видите. У нас лес вокруг. Поле. Завод. Вот такой. Все. И я. Без аккумуляторов стою. Сели аккумуляторы. Не могу завести. Подъехать. Даже просто подъехать. Прикурить. Вот так. Вот такие дела. Вот такие наши коллеги теперь. Полная жесть. Полная жопа. Спасибо ребята. Что вы пейте чай спокойно. Завтракайте. Никто вас не потревожит. Те. Те. А? Да аккумуляторы сели. Никто не хочет прикуривать. Все. Никто не хочет. Тот не может подъехать. Потому что у него колеса там. Тот не может подъехать. Потому что он чай пьет. Ему некогда подъезжать. Хоть провода нашел бы. Короче. Сейчас смотри. Ага. Я вот так если близко к тебе встану. А он этот шлагбаум если что может открыть. Он подъедет сказал. А если жопу туда выйдет. А вот так если подъеду. Ну и короче вот там синяя воля стояла. Которая. Это с Крыма там мужичок. И он уже ну когда подъехал он спал. Просто я подошел. Он еще спросон не был. И он видит. Я там мучаюсь. Хожу. Хожу за ним. Короче. Никто не подходит. Ну он подходит. Говорит. Ну что давай я тебе это прикурю. Что делать. А у него на самом деле видите. Все было закрыто. Все аккумуляторы там у него. Ну такая как то у него все там. Закручено там все замудрено. И там два провода. Нашли кое как прикурили. Да что вот такое вот у нас. Братство понимаете. Это вот. Вообще жесть. Жесть полная была. Я конечно был в шоке. И это. Ну что здесь. На синей воле сейчас мужичок подъедет. Прикурит нас. Ё-моё. Вот так представляете. Встал блин. Опять больше никто не может прикурить. Короче человек сейчас прикурит нас. Офигеть можно. Спасибо ему. Смотрите я хожу хожу. Не могу прикурить. Думаю сейчас я подъеду прикурю блин. Вот так. Вот такие дела. Ну а сейчас я вам покажу как надо делать. Как надо помогать друг другу. Чтобы понимаете вот приходить на помощь друг другу. Сейчас я выехал еду в Вологду. И там тоже человек попал в беду в такую же. Как и я был в такой же беде. И я вам покажу как надо делать. И как надо помогать друг другу. И тогда будет все четко. Восстановится наше дальнобойное братство. Дальнобойное братство восстановится. Хотя я что-то сомневаюсь конечно. Ну не знаю. Я конечно желаю. Ну надеюсь на лучшее всегда. Ну фигу знаю. Впереди у нас пробка собирается. Так что вот такой вот у меня урок был. Понимаете у меня аккумуляторы сели же внезапно. Неожиданно. Я даже ну как недавно сел на эту машину. Вы же сами знаете. Недавно работал на этом Вольве. И я даже не знал как поведут себя аккумуляторы в мороз. Тем более я приехал вроде в час ночи приехал. Был час ночи да. И проснулся в пол седьмого утра. Охранник подходит заезжай. Я бах на ключ. А она не заводится. Все. Вставляете. И вот так у меня. Ё-моё. Вот я думаю встрял. Мне заезжать. А у меня это не работает ничего. Кстати тахометр не работает. Видите. Он у меня иногда. Что-то с ним случается. Короче иногда стрелка зависает. Вот видите как сейчас. Так что не обращайте на это внимание. Так что вот такие вот дела. Понимаете. Вот такое наше братство дальнобойное. Это я почувствовал. На своей шкуре конечно. Но не ожидал. Не ожидал я такого. Тем более подъезжаю около где. Осталось еще километров сто. Смотрите какая погода. Шикарная домики стоят. Дымок идет. Как зимой. Ну на улице уже да. Минус пять. Местами ехал даже минус семь было. Такая вот шикарная погода. Вообще. Ну я собственно. Все огонь. Что я делал что здесь. Да вон видишь. А я совсем развалилась. Так она изгорела и как оплавилась. Человек встал тоже без аккумуляторов. А что тебе генерация стартера на минус? Генератор? Да да да. Генератор он провода купил мощные. Вон хороший тебе провода. А я там без проводов стоял в этот. Ступина помните замы. Это тоже блин. Вообще жесть была. Хорошая длинная провода. Можно хоть перетянуть. Знаешь что это было? Через машину. Ну да нормально. Так ну ладно сейчас достану. Механик 178. Передавай привет всем сразу. Всем привет. Пока еще не замерз. Передавай привет всем. Потом замерзнет. Все будет крушко. Да. Это бывает что еще иногда кабины не поднимаются. Потом КамАЗик тут приезжал как бы. Да это провода самое главное. Не ну пригодятся мне такого потом так же выручить правильно. Да конечно. Я так ни у кого проводов нету. Потом провода нашел. Потом желание все у всех пропало уже. На самом деле надо помогать друг другу. Это такая отмазка у них была. Е-мое что проводов нет. Держи, ты поможешь завтра тебе. Так если всем пофиг. Тесильные блоки тоже менять. Старушка, старушка. Друзья сейчас здесь поможем. Коллеги, помните я как-то встал. У меня аккумуляторы сели. И меня братство дальнобойщики бросили меня. Но мы мы с не из всех, которые бросают на дороге дальнобойщиков. В беде, правильно же? Мы же сами такие. Вот видите здесь у человека. Аккумуляторы сели. Все село. Крышка короче ему там. Вот где настоящий дальнобой. Не на спальнике тушенку кушать в белых носках, скажи, да? Вот так вот. Приходим на выручку друг другу. Пусть будет всем стыдно. Кто меня не прикурил, то бросили бедемлю. Стоял замерзал тогда. Е-мое, блин. Дальнобойщики были, блин. Хреновые. Так что вот так. Сейчас старушка. Что поменял там щетки? Все? Все нормально. Пуа Кантео проснулась. Здорово, здорова. Провода хорошие у тебя. Здесь конечно помощней. Вот к пипцетам поставим. А-а. Как бы эта фигня слетала. Поджал типа хлоп. Ага. Сразу вошлось. Все огонь. Купился. Это ерунда. Да, конечно, блин. Все, сейчас аккумулятор. О, провода такие длинные. Мы оттуда сюда протянули, блин. Вообще четко, блин. Ну себе тоже таки надо провода купить, блин. А мне о короте я взял коротенькие. Ну хоть какие-нибудь. Все мы будем вообще никаким. Так что огонь. У тебя что-то аккумулятор тоже походу, да, такой? Кипит, наверное. Не, не кипит, старый уже. Да? А, ну сырой я просто трогал. Сырой такой. Сейчас мы подзарядим аккумуляторы. Потом заглушим. И все, он заведется. Вот контейнер тоже решил себе что-то сделать. Здорово. Привет. Как дела? Кстати, выручал меня. Сдавал за меня контейнер, помню. Сейчас вижу, у него щетки развалились. Там на генераторе аккумулятор подсел. Сейчас зарядим. Там заглушу и пусть запустят. Да, так у вас новый. И мы себе новый купили тоже. Ну давай исторический процесс, что он там? Запустится, не запустится? Мы заглушили. О! Здесь заглушили, чтобы не встретились два генератора. Одну глушу, другая заводится. Все, огонь! Все четко. Вот так. Вот так мы на досках здесь не скучаем. Все. Радость в глазах сразу появилась у человека. Давай оправдаться. Да. Все, отсоединяем. Вот так вот. Надо помогать друг другу. Всегда. Вне зависимости, где вы и какая ситуация. Провода четкие, блин. На, лови. Оп. Отличные провода, блин. Спасибо тебе большое. Давай, давай. Нормально все. Все четко. Все. Тоже не скучает. Он говорит, здесь все чем-то занимаются. Дай тоже что-нибудь сделаю, да, скажи? Конечно. Все правильно. Чтобы не замерзать. Ладно, прячем аккумулятор. Вот так вот мы проводим время в ожидании загрузки. Это мы в соколе стоим за доской. Вот видите, помог. Человек тоже поменял. Щетки на генераторе. Вот я говорю, настоящий дальнобойщик, е-мое. Хочешь переоделся. Чик-чик все быстренько сделал. Завел все. Сейчас опять в путь в бой. Вот это я понимаю. Вот водители. Все четко. Лампочка тоже меняет. Там все нормально. Габаритную. Что, зарядку показывает? Все нормально? Да, да. Теперь можно переодеться, греть, чай попить. Спокойно чаи погонять. А ты что, много так снимаешь? Надо будет, посмотри, как на канал. Заходите, заходите. Тоже заходите, подписывайтесь на канал. Механик 178. Я в диле работал. Сервисе. Вот Conteo тоже молодец. Достал. Вот у них инструмент. Смотрите, какой он хороший. Что значит фирма Conteo? Новые мерседесы. Лампочку сейчас в габарит поменять. Да, неудобно. Да, говорит, без 100 грамм не разберешься. Ой, тьфу, блин. Какие 100 грамм чая, без чая, говорит, не разберемся. Все это чуть-чуть не сглазил, е-мое, человека. Вон, все, у него погрузка уже пошла. У него погрузка пошла? Да, у него уже охранник подошел, говорит, давай заезжай. Двое заезжай, говорит, хватит здесь уже халявить, елки-палки. Все, давай, удачи. Все, погнал он там. Ну ладно. Теперь мы тоже будем знать, а то вдруг у нас мерседес будет новый, а мы не будем знать, к лампочке менять. Вот посмотрели, как меняют Conteo. Новый мерседес у них. Вообще огонь. Огонь. Новенькие. Атономка работы даже и не слышно. Девять киловатт. Сколько? Девять. Девять киловатт? Офигеть себе. Офигеть, девять киловатт. К тому же вообще баню устроить, е-мое. Да, тихо-тихо работать, кстати, я еще не слышно ее. Босяцкий подгон от Conteo. Спасибо, спасибо. Спим, летаем. Нормально, мерседес, да, гоняет, нормально, да? Надо посидеть как-то хоть в мерседесе у вас там. Так. Колеса покончали. Да. Она поедет, что документы запьются. Ну, давай, давай, удачи тебе на дорогах. Погнали. Я, наверное, сейчас не ездить. Спасибо. Да? Да. Все. Conteo, удачи на дорогах. Поехал он. А я жду загрузки. И я прикимарил. Жду загрузки. Загрузку жду. Сейчас и меня должен загрузить. Что, не грузить? Спасибо за подгон полотенца. Как раз полотенца не хватало мне. Не, у меня есть полотенце, но думал тоже купить надо. Как раз спасибо, спасибо большое. Немножко помятый такой. Я же так нормально все. Я вот понимаю, конечно, многие боятся прикуривать, чтобы там, ну, мозги не слетели, там, ну, что-то не сгорело, там, что-нибудь, да? Так не обязательно, знаете, чтобы там что-то сгорело, замкнуло. Можно массу выключил. Просто аккумулятор, на аккумулятор провода бросил, машина поработала, 10-15 минут, ой, 10-15 минут, даже 5-10, 5 минут даже иногда достаточно бросить провода от другой машины. И чтобы поработал автомобиль, все, провода снимаете, и тот автомобиль заведется. Просто немножко аккумулятором дать, чуть-чуть импульс дать, чтобы они подзарядились, как бы, 5 минут, бывает, хватает, чтобы это. Там даже ничего такого проблемтичного не будет, понимаете? Так что здесь ничего страшного такого нету. Ну что, вот и настали у нас морозы. А я вам так и не показал, как сделать, чтобы не замерзали вот эти, не замерзайка у нас. Сейчас же не замерзайка у нас очень качественная, просто огненная, понимаете? Когда брызгаешь, и она, ну, в бачке не замерзает, потому что ее много там. А она кристаллизуется на стекле именно, понимаете? Так что я уже приготовил, видите, шлангочек взял, тоже купил. Так что скоро я вам покажу лайфлайк, вот этот лайфлайк, там, елки-палки, язык сломаешь этими лайфлайками. Это. Так, и вот, видите, я уже купил шлангочек. Я вам покажу, как сделать этот лайфлайк, чтобы нормально было, чтобы у вас не замерзали вот эти брызгалки, не замерзайка. И все, будет огонь. Так что будете подкованы, подписывайтесь на канал. Все будет. Самое интересное впереди. Буду вам всякие лайфлайки и файки, все, файлы, все, что хотите, я вам покажу. Все будет огонь. Еду вот такой дороги, блин, здесь уже 60, уже еду. Надеюсь, это тяжело ехать, потому что это, во, здесь чуть-чуть получше пошла. Офигеть. Блин, там больше 100 километров, и сколько это? 150 километров, наверное. Едешь, я, знаете, аж сердце замирает, тяжело ехать, потому что держишься. Ну, в таком напряжении, знаете, как будто вот сам тащишься, где-то контейнер, знаете, так, чтобы, ну, ничего не отломалось, чтобы, не дай бог, потому что здесь заведи, не обочины, ничего такого. Ну, вот бывает этот чип, кусочек хороший, и потом опирать плохая. Я же вот так вот трясет, вот так все же, вот так же вытрясает все, блин. И жалко машину, да, не смотрите, какая красота. Речка какая-то, и здесь, на берегу деревушка какая-то, да, вообще красиво. Ну, это такая глушь здесь, я вам скажу, что просто жесть конкретная. О, там церквушки стоят, речка. Ну, красиво, красиво очень. Ну, здесь, я говорю, в такой глуши мы находимся, что даже здесь, по-моему, вообще красота, красотой. Вообще просто. Едешь, конечно, вот смотришь, да, вот, хорошие, красивые места. И дома на речке стоят, конечно. Видите, какая-то у нас дорожка. Еще немножко подмораживает, снег идет, видите, и дорога прямо вот как пленка, корочка такая покрывается. И очень-очень скользко, конечно. И здесь лишние движения, конечно, лучше вообще не делать. Едешь, и едешь, и едешь, едем, едем, и едем. Так что все нормально у нас. Видите, дорога. Здесь еще вот здесь дорога кусочек нормальный асфальт. Ну, сейчас дальше пойдет, это просто жесть какая-то. Какой асфальт будет дальше? Сейчас вы увидите. Или не увидите. Ну, я точно почувствую это. Потому что, знаете, как там колбасит. Не по-детски там колбасит, не по-детски. Так что так. Ладно, пожелали нам удачи на дорогах. Удачи на дорогах тебе, я бы не мог. Дорога вообще очень плохая. Смотрите, еду. 30, 40. Просто вообще вот сейчас вот просто такие, знаете, вот яму какие-то бугры вот эти. Ну, на камеру, конечно, не передается, но вообще просто. Видите, как я. 40, до 40, так скажем. До 40. Просто все вытрясаю. Да вот такие перепады. Перепады такие, чтобы, знаете, это, чтобы присоры не поломать, там, подушки не повзорвались. У нас тяжелый ящик там, вон. Видите, какая? Я испрыгаю, как вообще, как на волнах. Вон. Ёлки-палки. Опа-на. Стоять, стоять. Ё-моё, эту часть еще что-то подорвается там на прицепе у нас на машине. Он, видимо. Человек здоровается туда. Маша, Маша, наверное, узнал тоже. А, приехал в Москву, там тоже, этот, подписчик говорит, а, блогер, я говорю, да, чуть-чуть, говорю, есть так. Ну, я как бы не считаю там себя таким блогером. Так, чуть-чуть, может, чуть-чуть. Не до блогера, да, так скажем. Это, ну, говорит, я смотрю тебя так и так. А я был устал, и там вообще просто, ну, приехал, и это, тоже ехал всю ночь устал, конечно, и не очень было удобно, как бы, тоже. И вот здесь человек тоже стоит, тоже Маша здоровается. Ну, приятно, приятно, друзья, всем привет, тоже передаю всем привет. Друзья, кому понравилось видео, ставьте классы, пишите комментарии, лайки, дизлайки там. Конечно, пожелаю вам здоровья, вам и вашей семье, потому что в данный момент это важно. Видите, сейчас такая обстановка очень хорошая. Так что, берегите себя, не болейте, друзья. Хотел вот у вас спросить еще, а вы вот как выходной проводите, например, ну, там, свободное время, например, да? Ну, я почему спрашиваю, потому что у меня его очень мало свободного времени, и как-то, когда появляется, конечно, хочу, ну, планирую что-нибудь такое, знаете, чтобы сделать более, более, как бы, ну, все, хочется сделать все, короче, вот и все. Это как вы проводите? Солнце такое сильное, блеем прямо по глазам. И даже через очки блефигарит.